Дальше автор говорит, во ахраджа нафи хайри умма. И вывел нас в числе хайри умма. Хайри умматин, лучший из ум. Лучший из общин. Откуда он это взял? Из слов в Хуране кунтум хайра умматин ухраджа триннас. Вы лучший из общин, которое выведено для людей. Лучший из общин, которое выведено для людей. Кунтум хайра умматин. Кунтум вообще-то глагол прошедшего времени. Поэтому некоторые говорят, вы были лучший из общин, выведены для людей. Нет, кунтум были здесь для чего? В арабском языке это из приемов арабского языка, приемов стиля арабского языка, чтобы подтвердить, чтобы усилить слова. Вы лучший из общин, выведено для людей. Это обращение к кому? Вы лучший из общин, выведено для людей. Обращение к мусульманам. Хайра умматин, то есть хайруль уман, лучшая из общин. Умма, подразумевается здесь группа людей, группа, джамаа, вы лучшая из общин, выведенная, сказано как? Линнас, для людей, на что это указывает? То благо этой уммы, оно не замыкается на самой этой умме. Благо этой уммы общины не замыкается только на ней самой. Благо этой уммы переходит на всех людей посредством призыва, посредством этого усердия, посредством обучения, посредством наставления. Поэтому недостаточно человеку просто самому изучить, узнать и самому совершать действия, а других оставить без внимания. Обязательно нужно распространять призыв. Обязательно нужно распространять знания, если у тебя есть знания. Обязательно нужно распространять благо. Обязательно нужно звать людей к Аллаху. Обязательно нужно призывать к одобряемому. Обязательно нужно порицать порицаемое. В этом обществе, в обществе мусульман, в этой общине, мы должны быть активными элементами, активными винтиками, надо двигаться. Конечно, в рамках своих возможностей, в рамках своих полномочий, в рамках своего знания, но надо двигаться. И это я почему говорю, почему настаиваю на этом, хочу так настоять на этом. Потому что много людей, которые, аль-хамду лилля, у них есть усердие, они учатся, они сидят, изучают, учат наизусть, получают знания, проходят книги, но, субханалла, замыкается на них самих, и они не стараются передать это. Они не переживают за окружающих, не стараются распространять этот призыв. Поэтому надо двигаться и не надо обманываться словами шейтана, а еще не время. Вот сколько, Ту-Ля-Бу-Ла-Ильм, которым говоришь, надо учить, надо призывать, он говорит, нет, еще не время, кто я такой? Я же тебе не говорю сейчас, давай фетвы людям, касающиеся там хиджры или джигада, или государства, или чего-то еще. Какие-то фетвы давай, или выступай там кадаем, судьей между людьми. То, что ты узнал из истины, узнал из единобожия, доноси это для людей, доносите от меня хотя бы аят, говорить про колесоратусы. А если ты не будешь этого делать, то твое положение хуже, чем тот, у которого есть имущество, а он не выдает закат с этого. Хуже. Вы знаете, чем грозит человеку, если он не выдает закат со своим имуществом? Положение того, кто имеет Ильм и не распространяет его, хуже. Поэтому как можешь работать? Спрашивай, что делать, чем я могу быть полезен, на какой фланг вы меня поставите, куда? Сюда, здесь я могу быть полезен, значит здесь буду приносить. И не надо проявлять высокомерие, не надо кичиться, не надо чваниться, что сколько людей, которые, особенно молодые, чего-то выучат, и потом они считают себя такими важными и такими нужными, что все должны за ними бегать. Один ученик говорит, нет, одного не буду я учить, вы мне дайте джамат целый, приготовьте, потом я буду, приеду и что-то передам им из того знания, которое я имею. Не гнушайся обучением маленького ребенка. Если Аллах, Субхану Тааля, тебе дал эту милость, одного маленького ребенка, который ты можешь чему-то научить, эта милость, это Аллах, Субхану Тааля. Я знаю людей, имеющих большое знание, которые из одного человека, который при этом мог не прийти на урок, преодолевали зимой, стужу, преодолевали большие расстояния не на машинах, а вот так вот, своим ходом. Чтобы научить одного человека азбучным истинам, не гнушайся этим, не считай себя великим, приезжает человек, закончил он университет. Хорошо, начинай, призывая людей к Аллаху, Субхану Тааля, призывай к Таухиду, к Ла-Иля-Иля-Ла, нет, я хочу, я специалист по мусталаху-ль-хадис, или я специалист по усулу-ль-фикх, я вот, я буду этому учить людям, не дайте таких уже, которых я этому буду учить. Пророки призывали к Таухиду, ты гнушаешься, ты считаешь себя выше, чем они, Аллаху-Мустану. Ухрыжат ли нас, выведено для людей, казано, то есть не только для них самих, выведено для общего блага. Аллах, Субхану Таухиду, вывел эту умму для принесения блага человечеству. Аллах, Субхану Таухиду, вывел эту умму для принесения блага человечеству. Субхану Таухи, вывел эту умму для принесения блага человечеству. Аллах, Субхану Таухиду, вывел эту умму для принесения блага человечеству.